Всем привет! Это тайм-аут с Максимом Исаенко, еженедельный дайджест спортивных новостей. И сейчас я расскажу вам, чем запомнится уходящая неделя в плане спорта в Полевском. Сегодня выпуск как никогда разносторонний. Тут и рыбалка, и легкая атлетика, и шахматы, и футбол. Ну куда без него? И даже грэплинг. Ну что, поехали? Чемпионат городского округа Верхняя Пышма по рыболовному спорту в дисциплине ловля донной удочкой состоялся в Полевском на набережной Северского водохранилища. Участвовали рыбаки в двух дисциплинах – спортсмены и любители. В итоге из 17 профессиональных рыбаков самый большой улов в сумме на 2795 граммов у Сергея Рубцова. А вот среди любителей Александр Сысоев наловил рыбы на 4445 граммов. Он и стал победителем. Вообще в этот день клевало у всех, и никто не остался без улова. Единственная девушка – Оксана Давыдова, выступавшая в классе спортсменов, наловила рыбы на 140 граммов. В Полевском в сороковой раз прошел всероссийский легкоатлетический пробег «Сказы Бажова». С учетом детского, так называемого карнавального забега, в котором на старт выходят воспитанники детских садов, для участия в соревнованиях заявилось 715 любителей легкой атлетики из разных городов Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. И хотя проигравших здесь, как это обычно водится, не было, победители все-таки были. В абсолютном первенстве на самой длинной дистанции в 20 километров победил Андрей Миняков из Верхней Пышмы. Десятку быстрее всех пробежал екатеринбуржец Владислав Малыгин. И на пяти километрах не было равных еще одному представителю Верхней Пышмы Сергею Шатрыгину. В клубе «Гамбит» имени Валерия Щетинина прошло командное первенство Полевского по шахматам, так называемый матч престижа «Север против Юга». Среди школьников в двух возрастных группах приняло участие 24 юных шахматиста. В итоге в младшей группе, где сражались ученики первых-четвертых классов, с минимальным перевесом 18,5 на 17,5 очков победила сборная северной части. В старшей группе, где соперничали учащиеся пятых-одиннадцатых классов, уверенно победила сборная южной части 26,5 на 9,5. В общем зачете также первенствовали шахматисты «Юга» 44-28. Они получили переходящий кубок. Северский Трубник продолжает свое выездное победное турне в чемпионате Свердловской области по футболу. В седьмом туре полевчане гостили в Каменске-Уральском, где встречались с грозным принципиальным соперником Синарой. И даже несмотря на забитый хозяевами гол с нарушением этических правил честной игры, не помешал Трубникам победить 2-1. Отличились капитан Антон Анучин и Артем Паршуков. Победа позволила полевчанам подняться на шестую строчку в турнирной таблице. Следующую игру Трубники проведут снова на выезде, на этот раз в Качканаре, где 10 июня встретятся с местным горняком Евраз. Воспитанники клуба единоборств «Подвижник» приняли участие в первенстве Свердловской области по грэплингу. От клуба в этот раз выступало 9 борцов и впервые за историю «Подвижника» в соревнованиях приняла участие воспитанница клуба. Поединки проходили в упорной бескомпромиссной борьбе, поскольку эти соревнования были отборочными на первенство Уральского федерального округа. Перед началом турнира ребята встретили своего кумира, экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна и он пожелал полевчанам победы. В итоге в активе воспитанников «Подвижника» 3 серебра и 2 бронзы. На этом пока все. Подписывайтесь на канал «Держатель микрофона» в YouTube, Яндекс.Дзене и во всех социальных сетях, где только найдете. Не забывайте в своей жизни делать тайм-аут для спорта. С вами был Максим Исаенко. Как всегда, увидимся через неделю.